Новый год и новые факты телефонных махлярствов в регионе. Максимость по сбегнутие отказности по криминальной справе, гэтым разом зломызники оценили у 50 тысяч рублей. Такую сумму грошей передали две грозинки, яке поддались на уговоры махляров. Фигуранты справы молодые люди во взрослении 18-20 годов. Им инкриминовано телефонное махлярство, у особливо быдым по меры. Прокурор Гродно уточнение до граждан санкционовало применение меры заключения под варту. Согласно матерям уголовного дела, 13 января текущего года молодые люди путем обмана завладели денежными средствами двух жительниц города Гродно под предлогом оказания содействия во избежание привлечения к уголовной ответственности их родственников. Всего обвиняемые завладели денежными средствами потерпевших на общую сумму около 50 тысяч рублей. Гэта першая справа подмашеков на разгляде прокурору в этом годе. Не глядяши на великую тлумачальную работу, факты протягиваются регистроваться. Так, за 2022 в регионе был означен рост колькости махлярства с 391 до 714. В 85% выпадка злочинства здесь снялися прозинтернет. В основе всех подманов доверливость грамадян. Анализ состояния криминогенной обстановки свидетельствует, что посягательства на собственность граждан по-прежнему распространены. Пострадать от таких противоправных действий может любой человек. Недобросовестные граждане в поисках наживы изобретают все новые предлоги для незаконного обогащения. Чаще всего от подобного рода преступных посягательств страдают люди, которые в силу возраста, определенного склада характера и психоэмоционального состояния в конкретный момент поддаются внушению. В частности, потерпевшими нередко становятся пенсионеры. Для вызначения причин и умов, яке садеяничусь в росту киберзлочинствов, прокуратура в области запланована проверка выполнения законодавства при регистрации заяв о раскрытии и расследовании справ об махлярах. Будусь проанализованы, принятые зацикавленными органами меры по попереджении и профилактиции таких злочинствов.